Здравствуйте! Сегодня мы с тобой попробуем поиграть в игру под названием Duskwood. Не удивляясь, касаемо такого разрешения экрана, это мобильная игра, но, как по мне, она должна быть очень и очень интересной и необычной. По крайней мере, это точно стоит внимания. О чем игра? Игра у нас детектив, игра у нас в виде чата, ну, может, знаешь, такие текстовые квесты. Смотрим заставку. Вот, собственно, само название. Игра у нас примерно об этом. Пропала девушка, есть какой-то хакер, кадры напоминают сериал Мистер Робот. И какое-то замечательное место. По-моему, Duskwood, это как раз и есть то место, где пропала девушка. Будет очень интересно, я в этом прямо уверен. Я играл как-то раньше в эту игру, она мне понравилась, но потом я такой думаю, ладно, потом поиграю. И, по-моему, пришло время для этого. Эпизод первый. Добро пожаловать в Duskwood. Или в Duskwood. Мы рады приветствовать тебя в Duskwood и желаем тебе лично повеселиться. Эта игра выходит эпизодами. Можешь начать играть, пока мы продолжаем выпускать контент и готовим следующее обновление. Приятного времяпровождения. Нам с тобой желает игра. Нам пришло сообщение от Томаса. Сейчас будем читать. Так, привет. По-моему, кстати, сейчас секунду. Расскажите друзьям о себе. Вот здесь можно настроить тему. Что тут? Скорость сообщений. Оставим стандартно. Все, в принципе, стандартно. Язык русский. Сохранения у нас нету. Уведомления. Здесь мы все оставим как есть. Кредиты нам не нужны. Тема лучше стандартная. Так, статус. Проходим. Игру. Окей. Так, ник. Так, нам нужно придумать. Ну, давай, я не знаю. Назовем себя Daskwoodчик. Ну, типа, вместо Daskwood. Daskwood. А мы тут живем. Поэтому мы Daskwoodчик. Сообщения. Можно кого-то добавлять. Так что, может, кого-то и добавим. Привет. Ты тут? Приходит нам сообщение от Томаса. Привет. Мы знакомы. Смайлик. Я здесь. Для начала напишем привет. Нужно же здороваться. Как без этого? Куда же без этого? Игра здесь серьезно. Говорю, игра должна быть интересна. Должна быть обязательно. Поэтому мы попробуем и посмотрим, что да как. Ох, привет. Ты как-то долго пишешь? Не знаю, как это объяснить. Все звучит довольно безумно. Так. Мне кажется, нужно будет... Я знаю, что игры любят сразу в магазин все такое. Но это нам сейчас не нужно. Это нам не нужно. А мы вот сейчас вот этот параметр сделаем на троечку. Не знаю, как это объяснить. Здесь звучит довольно безумно. Я это столько раз уже прогонял у себя в голове. Погоди. Сначала других добавлю. Пожалуйста, не уходи никуда. Так. Томас добавил Клео, добавил Дэна, добавил Лили и Рич. По-моему, здесь можно делать вот так. Замечательно. Ребят, дайте я почитаю. Вот Томас, который нам писал. Он оставил статус. Я всегда с тобой. Здесь какие-то ссылки. И, по-моему, эти ссылки, они ведут на реальные ссылки в интернете. То есть, серьезно, у них есть свои аккаунты в Инстаграме и так далее и тому подобное. Картиночки. Собственно говоря, почему бы и нет. Какие-то они, конечно, странные. Но, скорее всего, типа он со своей девушкой. И вот это место как раз Даскут. Здесь что у нас? Ну, довольно-таки хорошая картинка. Так, собственно, это, говоря, Томас. Это у нас Лили. Лили у нас любит цветочки. Записи из мотеля. Браун 23-го. Четыре подушки. Джонс. Возможно, продлит на неделю. Туалет. Мигает лампочка. Уолтер. Запасной ключ. Разве Грей не им пользовался? Светло-коричневый рюкзак открывает ремешок. Справа еще позвонит Итан. Понятно, что ничего, в принципе, непонятно. Но мы разберемся, так что не переживай на этот счет. Обязательно. Ричи. На работе. Ты кто? Какой ты Ричи? Связан с каким-то... Связан с машинами. По всей видимости, либо увлекается, либо их чинит. Потому что вот у него значок, что у нас механик. С этим мы тоже разберемся. Так, ты... Сначала просто посмотрим, кто есть кто, а потом уже будем читать, что они пишут. В любом случае, они ждут там ответа от нас. Дэн, качок какой-то, любит мотоциклы. Ну и, видимо, хорошо зарабатывает. При этом какая-то у него ава очень странная. То есть по фотографиям, типа, у нас открытый. По аве, как будто он как раз-таки хакер с трейлером. Ну что ж, читаем. Я буду стараться как-то подбирать интонации. Чтобы мы это интереснее обыгрывали. И смотрелось это все интересно. У нас групповый чат. Привет. Хей. Ребят, вы серьезно? Гениальная идея, блин. Дэн, застаньтесь, пожалуйста. Они, видимо, обсуждают, что нужно ли было меня добавлять или нет. Мы посторонний для них человек. Ничего не говорить. Вы кто? Ох, что-то я ничего не понимаю. Ну давай, типа, такие... Вы кто вообще? Многоточие. О, а ты кто? Клео. Подпишись на меня в инстаграме. Не буду. Яблоки. Пирог. Понятно. И у нее тут есть только инстаграм. И две, видимо, фотографии с одной фотосессией. Замечательно. О, так, кто это он? Похоже на то. Ладно, простите. Джесси у меня последняя в списке. О, еще одна. А чего вас так много? Джесси. У мира есть зубы, которыми он может тебя покусать в любой момент. Так. Вот у нее довольно-таки хорошие фотографии. Че? Мечты? Никогда не... Я буду интерпретировать по-своему. Никогда не прогрещай мечтать. Потому что мечты это замечательно. Какой-то страшный дом. Вот этой фотографии она у нас, если что, первая подозреваемая. Так, в целом, ну, фотки как фотки. Все видимости типа лес. Да, скотта? Хотя я такую фотографию видел просто на просторах интернета. Обычно такие текстовые квесты, они совершенно не такие... О, все, мое. Они всегда проще. А здесь прям проработка, поэтому мне стало интересно это записать как прохождение. Отражение. Она его уже закрывала. Она была в этом точно уверена. Перед тем, как опустить жалюзи на первом этаже, она поднялась сюда и завесила плотным покрывалом зеркало. Как она могла упасть? Этот вопрос повис в ее голове, но она от него отмахнулась. Тем не менее, эта мысль снова вернулась к ней через мгновение. Перед ней стояло непокрытое зеркало. Рядом с кордором валялось покрывало. Это было странно. Я еще больше встреложу ее собственное испуганное отражение, с которым она замешившись, вошла в спальню. Она замедленно пересекла комнату и замерла на секунду перед тем, как поднять покрывало. Казалось, под ним пряталось что-то, что вот-вот выскочит и цапнет ее за протянутую руку. Вернута какая. Она улыбнулась, но сомнения ее не покинули. Когда она вдруг вспомнила странную хмолку продавца антиквариата, черты его лица казались такими неприятными, неуместными. По ее коже побежали мурашки. Он ведь назвал ее по имени, когда предложил помочь загрузить зеркало в машину. Она выпрямилась и посмотрела в зеркало, если бы только Ларс это слышал. «Ты покупаешь какое-то уродливое зеркало по завышенной цене, только за тем, чтобы пять минут спустя завесить его покрывалом? Это странно даже для тебя, Лара!» Она улыбнулась, услышав слова мужа, который он никогда не произносил. Ларс умер шесть лет назад. А, вот почему. Что это с ней? Почему она стоит и со слостью сжимает в руках старое покрывало? К чему это все? Продавец не называл ее по имени. В зеркале не было ничего жуткого. Покрывало упало на пол из-за сквозняка. Она собирается спать, а завтра переставит это и правда уродливое зеркало в другое место. Все просто. Она накинула покрывало на зеркало и сделала глубокий вдох. Вдруг в дверь кто-то постучал. Понятно. Dead City. Dead City это первая игра от этих разработчиков. Ну, вернее, одна из первых. Игр-то у них, конечно, много. Но больше всех мне она, конечно, не совсем так понравилась. Я в нее тоже пробовал играть. Но это мне понравилось больше. Что-то хотел сказать, а что не знаю. Ладно. Да уж. Привет, ребята. Ладно, теперь все. Привет всем. Что вообще происходит? А мы, по-моему, это говорили, нет? А нет, мы спрашивали, вы кто? Нам никто на это не ответил. Ну, будем вежливыми. Привет всем. Привет. Не знаю, как это сказать. Отличное начало. Супер. Я поставил скорость 3, но пишут все равно медленно. Ребята, пишите быстрее. Да это не реалистично, нельзя так быстро писать, но это же игра. Ты кто? Откуда ты знаешь мою сестру? В смысле? Меня вообще добавили, я никого из вас не знаю. Ты о чем? Но вообще-то вы меня сюда пригласили. Так есть? Что вы мне на это скажете? Так. Лили, по всей видимости, сестра пропавшей девушки. Того, что пропала девушка, я знаю из описания игры. Лили, что ты здесь сделал? Мы вынуждены спросить, откуда ты знаешь Ханну Тонфорд? По всей видимости, Ханна как раз и пропала. Впервые слышу это имя, имя звучит знакомо, а почему вы спрашиваете? Третий вариант подозрительный, второй неправда. Выбираем впервые слышу. Они в замешательстве. Думают, что ответить. Серьезно, ребят. Хватит тебя, Дэн. Я путаюсь пока что в интонациях, но это время. Ханна моя девушка, и она пропала. Три дня назад, если быть точным. Но ты не переживай, мы обязательно эти интонации настроим, и все будет замечательно. Пропала девушка, Ханна. Ее парень, как тебя зовут, Томас, пропала три дня назад. А я за тут причем? Давай ближе к делу, мне очень жаль. Давай начнем с сочувствия, потому что я думаю, они все равно проясняют ситуацию, но это по сюжету нужно. Не знаю, слышны ли тебе щелчки. Они, по идее, есть, типа как отправлять сообщение. Если что, я потом звук подправлю в следующих частях. Все будет хорошо. Да, спасибо. Она дала мне твой номер. Слушай. Я получил съем мобильного сообщения прошлой ночью. А, несправедливо. Так. В нем был только твой номер. Больше ничего. Может, стоит также отметить, что ее телефон исчез вместе с ней. А, да. Может, мы с ней где-то пересекались? Что, шутите? Жуть. Так. Либо мы с ней где-то пересекались, либо... Ну, про шутки это явно неуместно будет в данной ситуации. Ну, пропала девушка парня. Какие тут могут быть шутки? С чего бы ей теперь отправлять твой номер? Все лучше и лучше с каждым днем. Я попытался ей сразу же позвонить, конечно. Кто-то поднял трубку, но ничего не сказал. Пожалуйста, подумай хорошенько. Так, по всей видимости, фотографии Ханны. Вот она. Ханна Донфорд. Обычная девушка. Как бы... Окей. Ну, ты ее знаешь? Да, если ты знаешь, то скажи, потому что я вот не знаю. Откуда ты ее знаешь? Почему с ее пропавшего телефона отправили твой номер? Так, значит, мы их зацепка. И они пытаются в этом разобраться. Ну, прям давят. Прям давят на нас с тобой конкретно, да? Причем прям все. Мы им говорим, что мы ничего не понимаем. А они продолжают давить. Они пытаются какую-то информацию из нас извлечь. Но мы-то с тобой ничего не знаем. Понимаешь? Простите, я честно не знаю. Может, это она меня откуда-то знает? Может, вы меня с кем-то путаете? Третий вариант точно нет, потому что номер, скорее всего, точный. Ну, ни к чему. Может, она меня откуда-то знает? Это имеет смысл. Простите, я честно не знаю. И это тоже имеет смысл. Что выберем? Но с другой стороны, это побудит новые вопросы. И может, мы что-то еще узнаем. Поэтому давай выберем это. Давай выберем это. Ребят, мы сделали выбор. Отвечайте. Может, вы были знакомы давно? Видите? Это все пустая трата времени. Я же говорил. Как вы знаете, не мне такое говорить, но... Тебе реально стоило оставить это дело в полиции, нет? Ага, конечно. Ты прекрасно знаешь, почему я этого не сделал. И это совсем не выглядит подозрительно с твоей стороны, да, Томми? Томми Варсетти. А что, ее Томми зовут, да? Я второй раз Томас. А, ну поэтому меня избило, в смысле. А как вернуться? Вот. С меня хватит. Удачи. Что-то пишут, стирают, опять пишут. Эмоциональные ребята какие-то. Ой, смайлики пошли. Он может хоть... Блин, какая интонация? Сейчас, я подбираю интонация. Он может хоть иногда себя нормально вести? Простите, ребята, но... Вы уже знаете, что я об всем этом думаю. Ну... Я не знаю, что еще мы можем сделать. Понимаешь, мы пытаемся ее найти. Мы просто пытаемся ухватиться за соломинку. Ну да, то есть... Такая ситуация. Но почему они не говорят об этом полиции? Прошло три дня. Серьезно. Полиция этим уже может заниматься. И они бы точно что-то нашли. Так, я думаю, знаешь, как нам нужно поступать? Нужно быстрее выбирать выбор. Отвечать. И пока они пишут, будем обсуждать его. Так, думаю, кто угодно поступил бы так же. Мне кажется, это быстрая трата времени. Будем сочувствовать. Будем им сочувствовать. Войдем в понимание. Не знаю, есть ли здесь такое понятие, как прокачивание отношений и так далее и тому подобное. Но будем понимающим. Это не просто соломинка. Не, надо его каким-то другим. Это не просто соломинка. Да, согласна. Я говорила, в общем, не только про этот номер телефона. Глазам своим не верю. Минус один. Осталось трое. То есть четверо. Если учитывать господина Икс. Ну или госпожу Икс. Уж простите. В наше время с такими вещами нужно быть поаккуратнее. Да. Госпожа Икс сойдет. Господин Икс. Но мы будем господин Икс. Почему бы нет? Есть возражения, да? Нету. Ну все, тогда Икс. А ты не можешь просмотреть в профиле. Мы же написали, что нас зовут... А как нас зовут? Досквутчик. Так. Может просто... Какая же у тебя интонация? Может просто скажешь, как тебя зовут? Вот и познакомимся. Меня зовут... Досквутчик. Привет, Досквутчик? Да. Я Рич. Я в отличие от тебя умею заходить в профиль и читать. Я Рич. Извиняюсь за то, что как ужасно мы группой себя повели. Это не мы. Что ты делаешь, Ричи? Не знаю. Но я просто подумал, что... Будет разумно обменяться любезностями. Вам нужна моя помощь. Не так ли? Слушаю. Мы их зацепка. И даже если мы не знаем, как мы связаны с этой историей, то, возможно, на наш номер телефона будет поступать еще какая-то информация, и они хотят поддерживать с нами связь. Поэтому мы им нужны. Поэтому группость свою они уже сменили на любезность. Но тут не просто обменяться... Тут не просто обменяться любезностями. Здесь, что нужна помощь. Вот сказал, что я буду быстрее выбирать, потом обсуждать. По итогу обсуждаю, а потом мы с тобой ждем. Мы с тобой ждем. Я надеюсь, ты не читаешь, потому что я как бы озвучу, как бы, ну, зачем ты это делаешь. Ну, Ханна отправила нам твой номер. Это ведь должно что-то значить, да? Черт, я не знаю. Думаю, Ричи пытается сказать, что... Ты, наша единственная ниточка, ведущая к Ханне. Опять мы избранные. Я люблю игры. В играх ты всегда избранный, ты всегда герой, ты всегда спасаешь всех и вся. Да, вроде того. Да. Блин, Томас, ты давно не писал, я забыл твою интонацию, или я ее потерял, или я ее присвоил парню, который выше. Мы единственная зацепка. Да. Если вы так думаете. Ну, что-то я сомневаюсь. Ну, что-то сомневаться. Мы действительно зацепка. А что да? Это ведь должно что-то значит? Это да. Тогда да. В этом есть определенный какой-то смысл. Смайлик. Улыбочка. А я могу отправлять смайлики? А почему я не могу отправлять смайлики? Недоработка. Я знаю, как странно все это выглядит. Нам тоже непросто. Думаю, будет лучше, если ты останешься. Останься. Звучит странно. Звучит не странно, как бы это игра, и мы должны что-то делать с ней. Я постараюсь сделать все, что могу. Ладно. Очень странно. Звучит офигенно. Это прям мы открытые приключения, но для них это все типа серьезно. Понимаешь? Как бы их подруга, а для кого-то девушка, а для кого-то и сестра пропала. Мы должны войти в понимание. Мы должны быть с тобой самыми-самыми замечательными. Какие мы с тобой в принципе и есть в жизни. Я постараюсь сделать все, что могу. Ладно. Очень странно. А, я же читал. Чего выберем? Чего выберем? Чего предлагаешь вообще? Я постараюсь. Ну, давай постараемся. Давай постараемся сделать все, что можем. Как бы войдем в положение и сделаем все возможное. Так. Ну, вы пока пишите. Я немножко передохну. Сверху пишут какие-то монеты. Пишут время. Кстати, время совпадает со временем, когда я записываю игру. Wi-Fi. Супер. Мне пора. Труба зовет. Нужно глянуть на Трандулет Драндулет Достопочтенная Миссис Майерс. Опять. Иначе она поедет с этим пафисным придурком из ТТ. Ладно, Ричи. Мы поняли. Ладно. Покедова. Ладно. Ладно, Покедова. Ну, удачи пожелаем. Чтоб там с Тран-Тран-Драндулетом все было замечательно. Ричи покинул чат. Пока. Ну, пока как бы. Странный тип. Кажется, он милаха. Странный тип, кто Ричи? Ну, он не выглядит странным. Странным кто-то там выглядел. По-моему, вот странным пока что кажется тот тип. Тот мужик. Как его зовут? А, тут. Вот, кстати, вот это плохо на самом деле. Что история сообщения не сохраняется. А мало ли какая-то зацепка. Мало ли нам нужно что-то перечитать. Но игра это не учитывает. Ответим, что Ричи милах. Будем со всеми по-хорошему. Кто остался? Групповый чат, но при этом здесь только Томас и Клео. Клео нам сейчас пишет. Томас это парень Ханны, который все это время просто втихушку читает и наблюдает за этим. О, появился. Читаем. Как же много я говорю прям. Продолжаем. Так и есть. Мало кто быстро это подмечает. Что ж, думаю, пора тебе вкратце рассказать, что произошло. Я этим займусь. Хорошо. Сейчас я тебя добавлю. Так, вот он нас добавил. Мы теперь с Томасом друзья. И сейчас он нам расскажет в чем как раз таки ситуация, как мы можем помочь. Но все это мы с тобой уже узнаем в следующей серии. Игра интересная. Скажу тебе. Мне пока что нравится. Надеюсь, что нравится тебе. Стиль довольно таки необычный. Мне кажется, как для разнообразия вполне себе сойдет. Посмотрим. Посмотрим, что за ситуация. Что мы с тобой сможем сделать в этой ситуации. Надеюсь, со звуком все будет хорошо. Потому что как таковых звуков в игре нет. Может, если что на будущее что-то себе подставить. Какие-то звуки. Может, я что-то еще придумаю, посмотрю. Но потому что в самой игре звуки я опять же не отключал. Звуки есть. Они не настраивают. Точнее, настраиваются в самом эмуляторе. Но звуки есть. Поэтому статус проходим игру все еще актуален. И мы с тобой разберемся в этом деле обязательно. Но уже в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok